Всем доброго времени суток! Самвел топчется на пороге своей квартиры, собирается поехать к маме навестить после длительного отсутствия и ставит голосовые от Нади. У Нади чемоданное настроение, она уже на взлете, хочет домой. Отправляет Самвелке голосовое и спрашивает, когда же будет готова карета, чтобы отвезти Золушку домой, пока она тут окончательно в тыкву не превратилась. Там одна свеча тонну весит, а у нее еще столько сумок, и это все нужно каким-то образом довезти. Но они договорились, Севка сказал, я отвезу тебя. Надя в принципе была не против поехать и на такси, либо на маршрутке. Как сказал Севка, Надя никаких сумок не таскала и не таскает. Там ей человек принесет все, здесь этот маршрутчик вытащит все, дальше подхватили остальные люди. Ну, в общем, Надя даже-даже никогда не касалась к этим сумкам. Единственное, что она их собирала, а таскать не таскала. А машинки у Севки нет, бабай унес. Вот надо ему к маменьке добраться, а только на такси, получается, своей нет. Вышел он уже на остановку, сидит, ждет такси. Позвонили ему, сказали, что вот такое-такси вас ожидает там-то, там-то. А Севка в это время сидел в телефоне, втыкал. Ну, и когда подъехал таксист, Севка прыгнула в машинку и поехал. И пока стояли на светофоре, он вспомнил, что он барсетку оставил там же, на лавочке, на остановке. Успел мухой метнуться туда и обратно и забрать. Ой, как хорошо, что не успели украсть. Жалуются водителю. Не то, что он оставил эту барсетку, что ему машинку побили. А реакции от мужика вообще никакой. Он даже не спросил, как побили, кто побил, нашли, а зачем, кому это нужно. Такое ощущение, что они в каком-то криминальном городке живут. Барсетку на остановке и не свистнули за три секунды. И они такие сидят и рассуждают на эту тему. О, повезло, что ее просто не увидели. Иначе за эти три секунды ее уперли бы. Севка говорит, что машину ему разбили. И опять никакого удивления со стороны таксиста. Ну, а что такого? Обычные дела. Побили машину, украли барсетку. Очень часто Севка сам признается, говоря, наши люди. Ну и дальше уже по ходу пьесы. Мамаши с детьми не умеют переходить дорогу, лезут. То собак не умеют выгуливать люди, без поводка ходят, и собака бросается под машины. Много выпивов, которые переходят дорогу и мешают Севке ездить. Но в основном говорят о том, что у нас же воры вокруг. Воруют. Ты знаешь, как говорила? Да разве у нас можно оставить наши люди? Свистнут все сразу. Вот и тут Севка говорит, просто не увидели. А так могли бы забрать эту барсетку. Не знаю, недавно муж забыл в магазине пакет с продуктами. Уехал в другой город. По дороге вспомнил, что забыл, у кого забыл. Так как сейчас оплачиваем через приложение, то телефоны продавцов есть. Я дала ему номер, он позвонил этому продавцу, которого он даже не знал точно, там он оставил или нет. Но подтвердили, сказали, да, пакет вы оставили у нас. Ну, убрали, на следующий день пошел и забрал. Ой, это что? Я в период пандемии пошла на почту получать посылки. Там как раз выдавали по 42 500. Кто живет в Казахстане, знает, что была такая помощь. Народу тьма тьмущая. Я еле прошла. И что? Получила я эти посылки, развернулась и пошла. А не закрыла рюкзак. И кошелек у меня выпал, представляете? А там денег, ну, помню, что что-то около 30 тысяч. Пока я, в общем, металась, вернулась на почту, мне говорят, да, какой-то мужчина нашел кошелек, но ушел в милицию. Я что-то поверила, что в самом деле кто-то нашел и как честный гражданин понес этот кошелек вернуть туда, чтобы, если вдруг кто-то обратится, да, хозяйка, я вот, например, мне могли это отдать. У меня там еще и удостоверение лежало, думаю, в принципе, не проблема найти. Я почему-то даже не подумала, что это там брехня какая-то. Прихожу в милицию, а там никого, они с лухом не слыхали, не слыхали, что какой-то мужчина, какой-то кошелек, вообще ничего подобного. Вышла на улицу, думаю, ну, что теперь, все, идем домой. Не успела я еще далеко отойти, мне звонит сестра, говорит, тут приехал милиционер, говорит, твой кошелек нашли, и он пробил тебя, в общем, по базе данных, и узнал адрес, и вот привез. Я говорю, ну, пусть теперь едет на работу, потому что я здесь рядом, нахожусь до дома, мне далековато идти. Приехал он, там составил документ, все, я подписала, все на месте, проверять, конечно, я прям при нем не стала, ну, так глянула, что вроде бы, да, все деньги на месте. Он говорит, вот видите, какие у нас люди честные. А я такая стою, думаю, ну, полицейский тоже, как выяснилось. В общем, отошла я уже от него, посчитала, ну, да, 36 тысяч у меня лежало в кошельке. Думаю, надо же, время такое смутное было, люди работу потеряли, денег мало, цены взлетели. Но кошелек нашел какой-то честный человек, не позарился, отдал, поступил так, как надо. Приходит Севка к ТВшке. Это, я так понимаю, он сразу после возвращения первый раз решил навестить хай бог, мамочку. А там все как всегда. Телек орет, дозвониться до нее никто не может. Севка говорит, Ира, тебе два дня бомбит и ноль. Севка сам еле достучался. Мама телевизор слушает на всю мощь. Сильно распекать он ее не стал за это. Сразу переключился на ногу. Как там, маменька, твое здоровье? Как нога стухла? Так давно, уже не видит, что ли, он черный. Постоянно он говорит, Ваня, Ваня. Так вот эта нога стухла. Надо же такой ляпнуть, а, стухла. Баба Таня ему, как поездка прошла? Севка говорит, хорошо, тебе привет передали. Ну, это, конечно, не так интересно. И вот еще конвертик, на котором сразу написано денежный подарок. Пересчитала она купюры, две тысячи. Я не разглядела долларов или гривен. Ну, наверное, все-таки гривен. На доллары она отреагировала бы более бурно. Две тысячи долларов. Да из какой такой великой радости ей дарить две тысячи долларов. Ну, а гривны две тысячи, ну, как будто, знаете, так и надо. Может, потому что для нее эта сумма мизерная. Ну, ТВ-шка-то у нас привыкла больше в день на себя тратить. Как она сама рассказывала, пенсия у нее, ну, где-то там почти три тысячи. И вот столько же она тратит на себя в день. Хотя государство ей выдает это на целый месяц проживания. А сколько им лет, спрашивает баба Таня. Вот оно ей надо. Выясняла, как зовут Кэрри на самом деле. Сколько им лет. Вот неужели человеку на самом деле это может быть интересно. Она это все спрашивает у Севки, а сама еле языком ворочает. Севка уже пришел заведенный, а тут мать прям, ну, все делает для того, чтобы он начал психовать еще больше. Она для него как чемодан без ручки. И нести ее неудобно, и бросить жалко. Только вот он пришел и сказал, что КТ ничего не выявила. Слава Богу. Переживает за мать. Не хочет, чтобы гыгнула. Но когда вот так начинает она себя вести, на него психи нападают. Он сразу понял, в чем проблема. Говорит, сахар какой? Опа. Вот и попалась. А сахар, сахарек, 13. Говорит, только водичку пью, сахар высоченный. Кэрри еще написала, что деньги ей на вкусняшку, но не запрещенные. Смешная такая, да? Баба Таня так и послушалась. Севка говорит, а чего такой сахар-то высокий? Ну, наверное, от сыворотки. Хотя писали, что она понижает. Но я думаю, что она повышает. Ну, да, конечно. Виновата, конечно, сыворотка у нее. Но если ведра мелока безостановочно, может быть и сыворотка поднимет сахар. Она же ни меры, ни удержан, ни в чем не знает. И опять она севки про эту. Я буду одну водичку пить. Эх, как он сорвался к холодильнику. Открывает. А там тарелка с творогом. Там швырнул ее на столешницу. Там, скорее всего, и творог разлетелся в разные стороны. Туда же полетел и найденный в холодильнике пакет со сметаной. Я сама уже путаться, честно говоря, начинаю. То он орал, что она должна это есть. Только не обезжиренная, а наоборот, домашняя, жирная и как можно жирнее. Но она и купила творог на рынке именно домашней. Надя и сметаны купила. Опять же таки домашней. В кастрюле глянул, курица дохлая кипит. А он хотел, чтобы там живая кипела, что ли. Должна свинину жрать жирную. Вот жир, прям жир, жир и жир. И зелень. А зелени нет. Ну, нашел там какую-то, знаете, такую чахлую, подвявшую. И на этом все. Маму срочно надо пригласить на игрень. Там ей можно и картошечку, и сладкие пироги с клубничным сиропом, которым он сам собственноручно ей поливает эти пироги. Я так понимаю, если нельзя, то нельзя нигде. Но не так, как у него. Там, значит, можно есть все подряд. А дома, опять же таки, как шлея под хвостом и попадет, сразу ей уже становится ничего нельзя. Он на нее орет, а она сидит спокойная, как черепаха. Вот эти листья, найденные им зеленью, жует. На лице ни один мускул не дровнул. Ей на все плевать. Севка и так, и сяк, не удалось ему ее разозлить. И орал, и швырял все подряд. И сыворотку даже вылил. Полтора литровая бутылка стояла. Вылил прям в раковину, не жалея. Ах, раз сыворотка тебе сахар поднимает. Значит, вылием. Баба Таня так спокойно. Но вылил и вылил. Я не знаю, я так думаю, что это она. А так? А ты уже вылил. Ну и ладно. Обзывал он ее, как хотел. Реакции ноль. Навтыкал ей во все карманы. И после этого, я так понимаю, он вышел в трансляцию. А она все это время ложкой стучала, нажиралась и спокойно завалилась спать. А севка заведенный был. Вот у него зрители спрашивали в трансляции. А че ты такой злой? Он говорит, это вы меня разозлили. Нет. Это он кидался на всех, как пес цепной, потому что мама его выбесила. А потом уже зрители добавили и понеслась. И севка говорит, нафига мне такой контент? Вот вы пишете контент, контент. А кто заставляет? Пришел мать навестить? Вот и навещай без камеры. Сам же делает из обычного визита контент. Хочется денег? Ну так это же личный выбор. На жалость давит? Пожалей тебе бедолажку. Мама нервы мотает. Надя дергает. Покоя не дают ему бабы. То про машину спрашивала, когда кучер отвезет ее, как принцессу, домой. Представьте, как круто, когда соседи увидят, кто у Наденьки в личных шоферах числится. Солист йоперного театра, финалист шоу «Мастер-шеф», блогер с раскрученным каналом. Не хухры-мухры. И привез кого? Ее. Наденьку. Позвонила она ТВшке. Попала она в тот момент, когда севка ее не чехвостил. Узнала, что он там. Тут же отправила ему голосовое. Ты от Татьяны Асирыновны зайди ко мне на минуточку. Зачем она его зовет? Он и так пошел бы. На хрен такой контент – это просто слова. Нужен, как воздух. И Надю снимать надо, пока она тут. Без них, что ему показывать? Так что спасибо, что есть ТВшка и Надя. Ему не надо думать. Ну, наорал, к Наденьке пойдет, любезничать будет. Но не это главное. А главное то, что он запишет видео, выложит. И на этом заработает. Вот и все. Все просто. Арифметика же простая там, простейшая. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.